Вчера поздно ночью позвонили из ветклиники и спросили, можем ли мы помочь, так как мужчина принес в клинику сбитого кота, и кот находится в тяжелом состоянии без сознания. Ребенка сразу положили на кислород, ну а дальше все завертелось как обычно. Все силы на то, чтобы ребенка спасти. Кот белый. Назвали Снежок. Приблизительно 2-3 года. Утром провели полное обследование, сделали снимки. Выяснилось, что у ребенка сломан таз, перелом таза, и отбиты легкие. Но у ребенка тугая повязка, потому что под шкурой скопился воздух. Ребенок пока чувствует себя не очень хорошо. Находится большую часть под кислородом. И, ребят, ждем и надеемся на все хорошее. У нас с вами новый малыш. Его зовут Снежок. Снежок не хочет кушать. Сидит обиженный. Ну, да, что относительно хорошо. Есть, конечно, брюшного типа немножко дыхания, но в целом неплохо. Лучше, намного лучше, чем он был вчера. Мужчина, что принес ночью кота, настаивал на его усыплении. К счастью, нам удалось его переубедить и передать кота в наши руки. Ребят, кто мы с вами, чтобы решать, кому жить, кому умирать? Мужчина говорил из лучших побуждений. Чтобы кот не мучился, его надо усыпить. Вчера, когда ребенка трясло, да, смотреть на это было страшно. Но сегодня малыш перед вами. И я считаю, что каждой жизни в этом мире надо дать шанс. Вы с нами, друзья? Это у нас снежок. У него от первого таза был воздух под кожей. Сейчас уже нету. Ждет осмотра травматолога и дальнейшем уже рекомендации травматолога. Тебя кушала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как-то получается, сколько? 5 часов после операции прошло. Еще лежи. Это у нас Крис. Вообще, я была охранена операция на позвоночнике. Чувствует себя хорошо, кушает, пьет, замечательная корочка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok